Всем привет из Сочи! Сегодня 6 мая 2021 год, четверг. Сегодня состоятся европейские матчи по футболу. По традиции, конечно, мы разберем то, что произошло вчера. Вчера опять 2-0 выиграла английская команда. Почему опять? Потому что я много раз говорил, что когда играет английская команда, это обе забьют нет и 2-3 гола в матче. Но вот если бы просто поставили во вторник, когда Монсити пассажир обыграл, две ставки бы эти зашли. То есть обе забьют нет, около двойки давали, может быть чуть больше. И 2-3 гола в матче тоже больше двух. Больше двух дают на эти ставки. Я много раз их тоже брал и в Лиге Чемпионов очень хорошо они заходят. Вот возможно в Лиге Европы мы сегодня увидим что-то типа этого. Я думаю, что наверное Манчестер, Юнайтед, Рома. Тотал будет меньше трех. И Арсенал или Реал, скорее всего, обе забьют нет. Я думаю, что Арсенал выиграет сухую. Вот такие вот мысли. И плавненько переходим мы к тем матчам, которые состоятся у нас уже 7 мая. Кому интересна погода в Сочи, я могу сказать, что солнечно, но прохладно. Прохладный ветерок. Кто пирас смотрит мой канал, я хочу сказать, что зовут меня Сергей. Я мастер спорта по поднятию тяжестей. У меня есть диплом о том, что я чемпион. И сертификат тренера по фитнесу и бодибилдингу. Также у меня написано несколько книг на разные темы. В том числе и о том, откуда берутся талантливые люди. И эту книгу я могу прислать за 200 рублей, вы ее прочитаете. Она была раньше у меня на ProZo.ru. И все мои книги были там. Сейчас этих книг нет, но я потом к этому вернусь. То есть я сделал короткую презентацию своей личности. Что касается моего ресурса ставочного, то у меня есть группа в WhatsApp, которая очень доступна. 250 рублей вы перечисляете. Вы вступаете в группу и играете дальше уже вместе со мной и с другими людьми. Итак, плавненько переходим все-таки к пятнице. Итак, ребята, что такое пятница? Только я могу рассказать, что пятница это, как правило, тотал меньше трех. Вы меня спросите, почему я отвечу. Да просто, не покачено, а потому что составители расписания, в том числе телевизионной сетки вещания, предполагают, что пятница, понедельник, это малопрезентабельные такие матчи, малоинтересные. То есть зрительский интерес там будет маленький. И голов, соответственно, должно быть мало. Поэтому ярких матчей мы не ждем. И вот, по-моему, в прошлый понедельник все матчи закончились там меньше трех. Давайте просто посмотрим. Лестер, Нью-Касл, Юнайтед, меньше трех мы тут ждем. Значит, подоплеку тут следующее. Лестер будет играть 15 мая в финале Кубка Английской Лиги, если я правильно говорю. Там в Англии два кубка. Раньше вообще было три кубка, был еще какой-то молочный кубок. Слава богу, его отменили. Короче, будет играть с Челси. Челси играет 8 мая с Манчестер Сити. Мы вернемся тоже к этому матчу. А чего возвращаться? Давайте прямо сейчас разберу. Вот они в 19.30 играют 8 мая. В этот день будет 4 матча. Ливерпуль с Алгентом закрывают программу. А Манчестер Сити Челси здесь просто меньше трех. И все. Скорее всего, там будет что-то типа 0-0. Им делить нечего, им ничего не надо. Они будут играть в финале еще там в конце мая в Лиге Чемпионов. Там будут разборки. Ну, конечно, мы должны посмотреть, как Лестер с Ньюкаслом в принципе исторически играют между собой. Так. Лестер 4 матча идет без поражений. Большое для него достижение. В 10 последних матчах было только 2 поражения. В начале апреля, 3 апреля и 11. И дома команда играет в этом сезоне неровно. Вот смотрите, по победе над Ньюкаслом, вот они играли так вот. 5-0 выиграли в 2019 году. И в этом же году 0-1 уступили. В 2018 год 2-1 уступили, 1-0 выиграли в 2016. То есть, чередуются у них 1-0. Ну, короче говоря, из 10 последних матчей на Total 3 меньше зашли все. В итоге Total 3 меньше зашли. Только один раз было 5-0 и только один раз было 3-0. А так 0-0, 1-1, 1-0, 1-2 было. Я думаю, 3,5 меньше. Вопрос, сколько дают на Total 3,5 меньше? Так, больше-меньше. Открываем, смотрим. Вы знаете, хорошо дают. 1,40. Прекрасно. То есть, Лестер не проиграет. 3,5 меньше. Можно это взять по... Ну, разные-разные-разные ставки. По отдельности. По отдельности, значит, на победу Лестера дают 1,44. Короче, Лестер победит. Я думаю, 2-0. Вот что-то типа этого, скорее всего. Значит, Стутгарта-Ухсбург. Аналогичное примерно видение. В Германии только один матч. Здесь, значит, что такое Германия? Германия, это обе забьют раз. Учитывая, что пятница, это меньше трех. Поэтому точный счет 1-1, 2-1, 1-2. Почему в ту или иную сторону? Надо смотреть рекогностировку. Вот такое слово, да, из военного лексикона. Значит, по таблице. По таблице Штутгарт 10-е место, Аугсбург 13-е. Вот заканчиваются чемпионаты, и надо понимать, что никто не хочет вылетать. И Аугсбург больше шансов имеет вылететь. И всего 4 очка его отделяют от зоны вылета, и Аугсбург здесь будет стараться не проиграть. Я думаю, здесь, учитывая его плачевное состояние, он будет стараться. Ну, фора плюс 1 на Аугсбург. Или ничья 1-1 какая-то, скорее всего. 0-0, может быть. Как они играть между собой, надо смотреть исторически. 1-0, 0-0, 0-4, 0-1, 1-4. То есть в пяти последних матчах Аугсбург проиграл только последнюю игру в 2018 году. Они не встречались три года. Ну, видимо, кто-то из них вылетал в низшую лигу. Надо смотреть самый последний матч. Последний матч был у них в январе. Аугсбург проиграл 4-1. То есть они должны на своем поле, они проиграли. Они должны вернуть должок. Я думаю, что в этой игре у Аугсбурга есть шанс не проиграть. Вот такое мы видим. Реал Соседат Эльчи. Что хочу сказать по поводу Испании. Мутный чемпионат. Мутнейший вообще. У Реал Соседата 7 человек. Ну, короче, дают их победу. Дают их победу. Вот. Они как бы видят 1-1 за 1-40. Эльчи стоит на вылет. Эльчи надо спасаться. Реал Соседат имеет 53 очка, 5-е место. Вильяриал наступает на пятки, 52 очка. Вильяриал, скорее всего, будет уставший после матча с Арсеналом. Поэтому, скорее всего, Эльчи Соседат и останется на пятом месте. И плотной плотностью у них. 5-е, 6-е, 7-е место. И Бетис уже 51 очко. Вот. Я думаю, что у Эльчи тут есть шанс зацепиться. Им надо спасаться. Я бы здесь точно не брал победу у Вильяриал Соседата. Вот. А Эльчи вполне может их и обыграть. Вполне может обыграть. Я думаю, что Эльчи фору плюс один какая-то. Вот такая на них. Значит, Россия, матушка. Ахмат Тамбов. Тамбов уже распрощался официально с высшей лигой. Лигой РПЛ. Ахмат никуда не вылетает. 36 очков. Значит, они просто должны обыграть дома этот Тамбов. Я не думаю, что будет много голов. Я думаю, Тамбов не ударит в грязь лицом. Постарается достойно, достойно оказать сопротивление. Как они с Ростовом там немного проиграли. Ростову они 2-0 всего лишь. Локомотиву 5-2. Арсеналу 4-0. Достойно команда выглядит. Коэффициенты на победу Ахмата, конечно, ни о чем. 1-0-8. Я думаю, что здесь Ахмат победа по желтым карточкам, по фалам, как обычно. Ахмат победа по угловым. Наверное, надо смотреть статистику. В группе будет полностью статистика. Кстати, статистика очень хорошо зашла у нас. Вчера играл Челси победа по фалам. Манчестер Сити победа по фалам. И точно. Тут надо статистику. Сочи-Ротор. Понятно, что Сочи заберет свое. Вопрос, сколько голов он забьет. 1-44 дает на Сочи. Ребят, ну это вообще просто подарок судьбы. По таблице. Значит, Ротор. Смотрите, какая ситуация. В Сочи прям кровь из носа нужно занимать четвертое место. Почему? Рубин имеет столько же очков. 49. Сочи-Рубин не опережает. Возможно, по личным встречам. Потому что вот. Резь изобитых пропущенных. У Рубина плюс 7. А у Сочи плюс 15. Сочи, помните, обыграл Ростов. 9-0, когда они болели коронавирусом. И 9-1, по-моему. И вот за счет этого. Ротор как бы стоит на вылет. Ну, я думаю, Ротор где-то какие-то очки другие подарит. Пока Ротор стоит в переходниках. Суфой по 21-му очку. Наверное, в каком-то другой игре они и возьмут свое. Но тут просто я взял бы победу Сочи. Сочи, я не буду смотреть, с кем они играют в последнюю игру. А вот Ротор надо посмотреть. Ну, я думаю, что Ротору должны подарить все-таки прописку. Миллионный город прекрасный, с красивыми девчонками там. Ротор играет с Рубином. Вот. Видите, как Ротор играет и Сочи, и с Рубином. То есть здесь Ротор будет решать, кому. подарить очки. Я думаю, что Ротор подарит и тем, и другим очки. Вот и все. Поэтому тут по каким-то дополнительным критериям будет решаться вопрос. Я думаю, что Сочи с пятого места, уже пятый, ну, ЦСКА на шестом, да, Сочи должен попадать в Лигу Европы, там, ну, в стыковые, в стыковые, там, кого-то обыграть, какой-то там, какие-нибудь работнички, раднички, там, хератнички и так далее, каких-то болгар, румын, там, не знаю. В общем, все, кто на нас напал, миссис Гитлером, кстати говоря, вот говорят, мы победили там в войне. Да, ребят, ну, давайте вот честно, да, ведь воевал Советский Союз, на нашей стороне была Англия и США, но они не воевали. Они не воевали на нашей стороне, они не воевали, это первое. Они только в 44-м году, когда уже было все понятно, что конец войны уже был ясен, да. В 43-м году закончилась Сталинградская битва в феврале месяце, да, и только через полтора года был открыт второй фронт. Второй фронт, понимаете, 6-го июня. Почему? Потому что 5-го июня последний вагон и последний поезд, значит, с татарами из Крыма был в Ташкенте, значит, на вокзале. Прибыл. Почему? Потому что Крым освобождали для евреев, якобы, вот этих вот. И после этого это был такой договор. У меня об этом было видео отдельное. Вот такая вот история. Они помогали, конечно, оборудованием. Говорят, что мы не могли бы без американцев выгодить. Я скажу так, что если бы американцы воевали на стороне Гитлера, тогда было бы очень все плохо. Но они воевали, ну, как бы на нашей стороне, помогали там, да. Без их помощи мы бы все равно победили, но еще года два, еще года два бы это продолжалось. Все-таки Сталин гениально все там делал. Конечно, было много ошибок допущено с обеих сторон, но это отдельная тема, война. Я не буду видео затягивать, наверное, пожалуй, все на этом. Вот Бельгия играет, Генгбрюгер, скорее всего, здесь. И я просто хочу сказать, что те, которые воевали на стороне Гитлера, Болгария, Румыния, Венгрия, они же воевали. Они потом все сидели в лагерях. Вот я об этом книгу сейчас заканчиваю. И я привожу все данные. Сколько они миллиард человек и часов отработали, сколько погибло в процентном отношении. Больше вы знаете, кого погибло в лагерях? Румын. Почему-то они вымирали как мухи. Не знаю, может быть, у них иммунитет был слабый. Ну, они все сидели. Вот я сейчас сижу в Сочи, в квартире, в которой строили пленные немцы. Они же очень долго работали, отрабатывали почему-то. Потому что они разрушили страну, и надо было контрибуции проигравшая сторона. Русские тоже у них там работали во время войны. Поэтому вот такие вот моменты. Испания Сигонда, Тенерифи, Альмерия играет. Италия Серебе очень много матчей. В Голландии Спарта, Витас. Ну, это, скорее всего, УЗ. В Голландии, как правило. Вот такие вот моменты. Значит, поэтому, поэтому я просто всех заранее поздравляю с праздником 9 мая. И хочу вам сказать, что мы, русские, вместе с татарами и с остальными народами, с украинцами, да. Мы не Германию победили. Мы победили всю Европу. Против нас воевала вся Европа. Вся Европа. Так же, как и Наполеон на нас пришел. Он пришел со всей Европой. Два раза мы победили. Мы были в Париже, мы были в Берлине. Гордитесь, гордитесь этой страной. И еще хочу сказать, что вот этот легендарный, значит, майор Гаврилов, который защитник Брестской крепости, он не был русским человеком. Он был татарином, ребята. Вот такие, вот только я могу сказать. Вот этот Матросов, Александр Матросов, он вообще был чуваш. Чапаев, например, был мордвин. У нас очень много героев было, которые были вообще не русские. Николай Гастелло, вот этот летчик, да, он был белорусом. И настоящая фамилия Гастелло. И так далее, и так далее. Поэтому у русских тоже было много героев, да. Но и среди нерусских было тоже очень много героев. Вообще есть там такая статистика. Больше всего героев Советского Союза, вот, кстати, евреев было восемь героев Советского Союза во время войны. А больше всего в процентном отношении, по-моему, казахов, если не ошибаюсь, было. Из числа того, сколько воевало и сколько потомство. То есть бесстрашное. Вот я в своей книге вот описываю про лагеря. Да, вот этот этап на Норильск, который шел в Красноярском лагере в 1939 году. Когда приехали казахи, это была единственная этническая группа, которая смогла дать организованный отпор уголовникам. Которые уголовники приходили, всех грабили, отнимали, ну, там, еду, там, все, да, по беспределу. Казахи, вот, такие они летом, они вокруг построили такие шмотки свои. Значит, такие, как это, Нью-Йорта, Нью-Йорта. И все вокруг вот так вот стали. Ночью пришли уголовники, и казахи им надавали палками и кулаками. Все. Причем это была интеллигенция. Это были врачи, учителя, поэты, художники, писатели. Казахи. И они дали по морде вот этим вот уголовникам. Вот такие, ребят, вещи происходили. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, вступайте ко мне в группу. Значит, по поводу баскетбола. Баскетбол вчера Нижний Новгород, третья четверть, ну, как обычно, зашла. У нас вот и баскетбол, это наше все. Поэтому вступайте в Мелбет, регистрируйтесь по моему промокоду, получайте, значит, этот самый промокод и огромный там фрибет. 19 тысяч только у меня такое большое. Самая большая в истории у меня. Не знаю, почему, но такую честь мне оказал Мелбет. Официальный мой партнер. Поэтому я Мелбет рекламирую, я не сочетаюсь об этом говорить, потому что Мелбет признал меня одним из пяти лучших аналитических каналов, авторских, по спортивным ставкам. Поэтому, ребята, пишите мне все на WhatsApp. Давайте играть вместе, вместе веселее, вместе дружнее. Мозговой штурм и коллективный разум. Иначе в одиночку вы все проиграете. По лесенке у нас 4 660 сейчас банк. Вчера чуть-чуть, там плюсанули. Фолы поставил неправильно, потом взял другую ставку, и фолы мы отыграли, и взял тотал матч Челс-Сериал 2 с половиной меньше за 15 минут или за 20, что не будет двух голов. Один гол забили и все. Коэффициент был 1-20, но сумма была большая. Я смотрел всю игру, я видел, что там голов не будет. Поэтому я подчеркиваю, что в лайве надо ставки ставить. Очень такие хорошие заходы, понимаете. 90% в лайве заходит. Все, пишите на WhatsApp. До свидания.